салям алейкум ахай лав skype версия у нас сегодня руслан курбанов анар гасанов журналист политолог руслан курбанов тоже и журналист и политолог мы наримана видим риман помаши рукой братья мы рады что вы согласились выйти с нами в эфир поскольку сегодня не получается вам приехать к нам нам приехать к вам поэтому используя возможности 21 века век информации сегодня вот есть такая возможность выйти через skype 2020 такой год тяжелый и много различных событий и вот одно из важных событий которые происходят в этом году это ситуация в нагорном карабахе в азербайджане а вот в связи с этим хотелось бы обратиться к нашему брату анару мы вот крымские татары переживаем глубоко переживаем за братский народ азербайджан азербайджанцев понимаем что азербайджан сегодня возвращает свои законные территории и вот хотелось бы она услышать от тебя что для вас для азербайджанцев такой нагорный карабах что сегодня там происходит и какой исход ожидаешь спасибо за вопрос на самом деле азербайджан сегодня переживать исторические дни я не назову эти дни страшными тяжелыми трагическими для нас сегодня возрождается азербайджанская армия в карабахе сегодня азербайджан встает с коленей на сегодняшний день начиная с 27 числа мы как народ как народ азербайджан становится величественным он возвращает себе то что принадлежит по праву по закону этому народу этому государству помимо всего этого мы такова доказываем себя на кавказе мы это не гордыня мы давно отказались от максимализма мы давным-давно предлагали все цивильные формы формулы нашим политическим оппонентам но мы были оскорблены на политическом уровне на уровне политической элиты армении и на сегодняшний день мы идем против интересов многих мировых держав которые относятся к этой проблеме дирижерским подходом которые не могут видеть водораздел между жертвой и агрессором поэтому не слушая никого мы сегодня очищаем свои территории мы сегодня ведем отечественную войну против оккупантов что для азербайджан за карабах карабах регион который был оккупирован и сегодня 27 октября уже пять районов азербайджан вернул 5 райцентров около 170 деревень 2 3 поселка и несколько райцентров карабах тот регион откуда были изгнаны миллион азербайджанцев карабах где все мечети были превращены в свинарники и карабах это не только культурный колыбель культуры азербайджанского народа карабах честь достоинства азербайджанского народа без карабаха нет азербайджанской государственности представляете себе если 20 процентов территории россии оккупирован это почти до урала этим смириться можно 30 лет я думаю что нет сегодня азербайджан с 27 сентября делает то что делал великий советский народ 6 декабря под москвой кто хочет как пусть так и понимает кто для кого-то это может быть наступлением контрнаступлением джихадом без разницы мы освобождаем свои территории и очень приятно что и власть категорично в этом вопросе и народ идет за президентом на сегодняшний день азербайджанский народ закаляется на этой войне азербайджанский народ демонстрирует ту солидарность который до сегодняшнего дня был протокольным какие-то фигуры речи и если вернуться к истории карабаха я бы хотел три документа здесь коснуться три документа важных документов по поводу этнического состава карабаха это 1822 год налоговый реестр карабахской провинции этот документ хранится в тифлийском архиве в карабахской провинции проживало 20 тысяч семей то есть 90 тысяч человек из 20 тысяч семей 15 тысяч семей были азербайджанскими более 4 тысячи семей были армянскими был всего один город город шуша всего один город в карабахском регионе азербайджана карабахской провинции потому что карабах вошел состав российской империи 1805 году всего один город шуша и в городе шуша 1111 азербайджанских семей и 421 армянских семей второй документ по поводу этнического состава как этот этнический облик региона изменился второй документ это 1897 год значит первая перепись населения значит закавказских регионов это была первая научно обоснованная перепись куда были интегрированы все статистические данные по местам по уездам по деревням по городам елизавет польского из елизавет польской губернии опять-таки если обращать внимание елизавет польской губернии куда входил карабахский регион проживало 900 тысяч человек это был большой регион туда входил из ангезур и герус и джеванширский уезд и джибраильский уезд и ареческий уезд даже нуха город который сейчас называется шеки и город генджа из 900 тысяч населения 545 тысяч были азербайджанцы армян стало почему в карабахе больше потому что было целенаправленные переселение христианского населения после персидско-русских войн после османско-русских войн и после балканских войн двести восемь четыре тысячи армянского населения было переселено из персии из турции на территории еревен ереванской елизавет польской губернии несмотря на это третий документ 1916 год календарь кавказа по календарю кавказа опять азербайджанцев елизавет польской губернии составляла большинство только в одном в одном регионе в шушинском регионе армян стало больше потому что 73 тысячи армян 65 тысяч азербайджанцев это был результатом переселенческой политики российской империи что я хочу сказать я азербайджанский народ готов большим потерям азербайджанский народ в этом вопросе мечтает остановить эту войну когда мы дойдем до нашей границы в основном территориальной целостности цель шуша цель ханкенди то есть который переименован 20-х годов 20-го века степанокерт цель азербайджана достичь территориальной целостности и восстановить территориальной целостности она если коротко вот так скажи пожалуйста вот когда азербайджан заберет полностью все вернет все свои территории столица карабах карабаха будет шуша город я думаю что вот административная единица нагорный карабах он был навязан нам большевиками потому что его делили на нагорную часть на неизменную часть это единое целое я думаю что мы упраздним это административную единицу будь карабахский регион азербайджана как кубинский регион как куба как линкарань не будет никакой широкой автономии я лично сторонник того чтобы вообще не было автономии потому что в азербайджане азербайджанский народ это многонациональный народ почему если дать им широкую автономию почему дать не другим азербайджан унитарное государство поэтому надо упразднить конечно главным центром так скажем административным центром карабахского региона был и должен остаться город шуша я вам скажу в карабахе 18 веке был единственный город который был основан пенахали ханом 1748 50 год это город шуша поэтому надо быть верным традициям и оставить этот город город главным центром карабахского региона она нормально один вопрос а один вопрос если можно продолжить армяне которые проживают на голом карабахе в принципе их с одним отношением к этому или освобождению или многие говорят это завоевание и говорят что они сильно отличаются от армян российских армян армян которые живут в армении вот твое мнение и что с ними вот на сегодняшний день как они реагируют на это и политика азербайджана на сегодняшний день по отношению к ним она куда приведет их планируют выселить или планируют предоставить отдельные территории но политика азербайджана я понимаю народ идет вперед все за а вот что с ними вопрос вопрос ясен на риман в азербайджане 7 православных церквей несколько синагогов сегодня мы хороним наших русских братьев и называем шахидами сегодня в аллее шахидов азербайджана похоронен горский еврей альберт а гарунов национальный герой азербайджан то есть для не для нас для нас есть важно гражданская нация в пределах азербайджана и лезгин азербайджанец и турк азербайджанец и курд и талыш все азербайджанцы и поэтому родина для этих людей не ограничиться своими селами своими районами я думаю что армянам будет такое же отношение армянам карабаха если они не причастны в убийстве если они причастны военных преступлениях как качарьян как саркисиан как арутуниан если они не причастны военных преступлениях они будут жить сегодня мы готовы обеспечить им такую же жизнь который обеспечиваем людям и в баку и в генджи азербайджанский народ сам по себе мягкий народ мы не агрессивный народ мы только вот состав азербайджана говорит о том что мы терпимый народ и поэтому все эти отсылки архетипом что будет геноцид мол будет очистка мы очистим территорию от оккупантов но не армянского населения это наши граждане они тоже заложники ситуации это этно территориальный конфликт ведь до 1991 года в том же в той же нагорно-карабахской автономной области все прокуроры все главы исполнительной власти все судьи во всех инстанциях были представлены армяне так как их было 77 77 процентов азербайджанцев было 22 процента значит областной совете везде были они представлены они на этой войне потеряли больше чем они как бы заработали они потеряли город баку они потеряли самые крупные города азербайджана где занимали очень важные должности это был городским населением они все потеряли они сейчас потеряют точнее я имею ввиду армения именно своей агрессивной политикой конечно же потеряет много чего и мы на этой войне отбросили армению на сто лет назад мы провалили их план воссоединение мияцум не будет мияцума не будет воссоединение карабаха с армении она вот смотри или хам алиф на своей страничке в твиттере написал мы видим будущее карабахского региона как мирную территорию своими инвестициями и опытом воссоздания страны мы можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира но для этого должны быть устранены последствия войны я слышал такую информацию что сегодня уже сегодня в пяти освобожденных районах идут инвестиции виде каких-то бюджетных средств на восстановление инфраструктуры городов так ли это правда да я знаю что уже государственная организация азерий который восстанавливает электричество в этих районах уже приступил к работе и другие инстанции власти азербайджана приступили восстановление этих регионов то есть мы не представляем что мы уже не представляем что мы отступим сантиметр от этих позиций а мы не представляем какая-то держава может нас заставить отступить и я вам скажу все контур наступление вооруженных сил армении они безуспешны на сегодняшний день все те позиции которые были освобождены они остаются за нами даже 2016 году когда мы освободили 22 боевых позиций мы не отступили от этих позиций для нас уже позор отступить от какой-то позиции для этого есть мощная армия и мощный резерв и мобилизованный народ поэтому немыслимо немыслимо что нас кто-то может заставить потому что на сегодняшний день уже бои идут собственно на территории бывшие нагорно-карабахской автономной области мужи дай бог сегодня завтра может послезавтра восстановим поднимем азербайджанский флаг в районах нагорно-карабах с автономной области и никто не сможет на нас туда попросить кавычках уйти мы восстановим полностью у нас есть силы если что есть сильная диаспора на сегодняшний день день диаспора миллионы отправляет в азербайджан вся диаспора мобилизована в москве ребята которые зарабатывают 1000 долларов они 300 долларов отправляют туда разными путями все преподаватели отправляют на рынке которые занимаются торговли отправляют деньги богаты миллиардеры которые форбсе отправляет своих масштабах народ так мобилизован я просто знаю что просто не верится что кто-то может нас остановить но здесь должен я отметить что россия относится с пониманием и мы благодарны россии благодарны путину его выступление в алдайском заседании это был в пользу азербайджана понятное дело что если делить это выступление на две части историческом контексте были есть у нас вопросы но позиция путина сегодняшнего состояния этого конфликта полностью устраивает азербайджан мы благодарны россии за невмещательство пускай в кавычках это доблестная армия так называемая пускай борется азербайджанским аскерам посмотрим как получится у них вот азербайджанский народ понятно наступление а вот что потом вот что преследует какой итог всего этого вы видите вот мы восстановим эти деревни мы восстановим эти храмы мы восстановим наши церкви мы восстановим деревни где проживали армяне компактно и мы готовы открыты чтобы армяне жили в этих деревнях они наши граждане они избирались на разные должности они имеют право быть там и главой исполнительной власти и во всех инстанциях быть представлены они будут мили межлисе парламенте азербайджана там будет совершенно верно ведь сегодняшний день после ожесточенной войны чечне ведь возвращаются же православные чечни и создаются же для них условия ведь нет никаких проблем восстанавливаться церкви это же граждан общей страны то же самое мы не против мирного населения армян мы готовы их мы готовы чтобы они вернулись обратно на сегодняшний день 60 тысяч по информации военные хунты по информации армянских власти 60 тысяч карабахских армян уже переселены переехали в армению мы готовы мы ждем их после освобождения пускай возвращается в азербайджан они являются нашими гражданами она вот смотри во время этого конфликта многие российские блогеры в том числе и крымские блогеры начали там верещать кричать что турция помогает азербайджану что азербайджан не сам ведет эту войну и а поскольку турция сегодня не признает крым частью российской территории многие крымские блогеры начали писать что типа сейчас турция что это станет поводом для того чтобы украине вернуть крым и турция может стать рядом с украиной и как всегда на первый план здесь выходит вопрос с крымскими татарами то есть вот даже есть у нас один блогер не буду называть фамилию на своей странице фейсбуке написал что турция развязала конфликт на горном карабахе в котором поддерживает азербайджанских мусульман турция поддерживает радикальных крымских татар стерпим значит следующий будет крым вот что скажешь по этому поводу шериф это всего лишь алармистские предупреждения и не имеют предпосылки и в основном если попросить уйти с телеканалов багдасарьяна бабаяна симаньяна и кургиньяна наверное не будет такой анти турецкой риторики патриоты россии они не хотят сталкивать лобами турцию россии во-первых турция единственная страна на то которая дала разрешение российским специалистам строить атомную электрическую станцию в мерсине турция единственная страна на то которая не подписывала санкции против россии и опять-таки вернемся к выступлению владимира путина в алдайском заседании президент страны сказал что ордогон тот политик с которым можно найти общий язык до интересе сталкивается ливии но легко решается и в сирии и в ливии и поэтому вся эта анти турецкая риторика это называется односторонний негативный вентиль пропаганды и мещению и запущен этот вентиль по отношению к турции из-за интересов армении я называл в начале выступления и багдасарьяна багдасарова и кургиньяна и симоньян и бабаян они вашему сведению в основном защищать интересы не россии и армении и они всегда отсылаются к архетипам и постоянно хотят восстанавливать генетическую память 12 или 16 турецко-русских войн но сегодня мир диктует другие условия сегодня тысячи километров границы между азербайджаном и армении препятствия для логистических проектов между турцией и россией и владимир путин и ржептайб эрдоган они прагматичные политики просто армения препятствия на пути всех международных проектов вы думаете что россия не вмешивается а это просто так я считаю что россия и армения в этом вопросе в карабахском регионе точнее россия и турция в карабахском регионе они союзники они союзники и эта риторика она с какой-то стороны это чтобы сбалансировать ведь в россии три миллиона армянской диаспоры ведь армения является военным союзником россии ведь надо же как-то баланс держать официальном уровне мы видим поддержку россии со своим невмечательством а на уровне общественности мы видим поддержку армении я считаю это искусственный баланс она скажи пожалуйста по твоим прогнозам или может информации сколько это еще продлится когда закончится вот это но война военные действия я не военный эксперт хотя постоянно получаю от довольно серьезных источников информации то что происходит в карабахе для вооруженных сил армении самый решающий момент это значит лачинский коридор который соединяет нагорную часть карабаха с армении единственный транспортный путь потому что на сегодняшний день второй путь под контролем вооруженных сил азербайджана называется дорога кельбаджар в арденис азербайджанская артиллерия сильно препятствует этому транспортному пути на сегодняшний день азербайджанская армия в 10 12 километров от лачинского коридора я не военный начальник я не знаю какие маневры ожидают армян но я считаю что достаточно взять хожжавянский район мартунинский район который находится в данное время от 10 километров от нахождения вооруженных сил азербайджана на сегодняшний день идут бои чтобы мы освободили этот район это уже на горно-карабахская плату после ходжаванда и после лачинского коридора я советую пашиньяну подписать капитуляцию жалко 15-20 тысяч армян которые там их ждет только смерть потому что котел я как знающий человек региона знаю что есть лачинский коридор возьмем весь карабах будет окружен это будет котел мы мешок закрываем лачинским коридором мешок закрываем не жалко тех ребят которых там ждет только гибель понятно на а по срокам пока трудно сказать да конкретный до война полна сюрпризами сегодня благодаря спецназу азербайджана и по аэроктаром бесплотным летательным аппаратом азербайджан делает просто азербайджанский солдат пишет историю военную историю этот война будет изучаться еще военных школах этот новый тип войны вот те танки которые те вся тяжелая техника армении это просто мишень для байрактаров для хоробов для израильских и для турецких беспилотников которые азербайджан за все эти годы нефтедоллары потратила и вот множеством количестве приобрела данное вооружение я не знаю вопрос на мой взгляд общавшись с генералами известными военачальниками я думаю вопрос двух недель пошла но мы желаем справедливости в этой ситуации чтобы азербайджан скорее вернул свои законные исторические земли территорию и безусловно желаем всем народам и армянскому и азербайджанскому наименьших потерь чтобы люди не гибли люди не умирали эти народы жили в мире в согласии уважали культуру традиции друг друга потому что земли много народов много мы все как бы братья по человечеству поэтому искренне желаю всем народам жизни здоровья вот азербайджану справедливости очень приятно вот видеть как сегодня государство буквально там за какой-то но небольшой если в историческом аспекте посмотреть времени стала на ноги до показала военную мощь показала тактичий тактические подходы ходы буквально вот реально импонирует президент азербайджана или хам алиев которые дипломатично тактично просто вот комментирует выдает посты дает интервью скажем так даже вот интеллектуально вот бьет да и смотришь другую сторону пашиняна какие-то каких-то там непонятных скажем так выходках ну такое провокациях пытаясь завести сюда и россии пытаясь сюда встянуть всех но это не получается и видимо уже понимают скажем так те кто сегодня руководит режимом в армении извне понимают что ставку сделали наверное не на 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 ту кандидатуру не на того человека скорее всего я так думаю я тоже не эксперт там не аналитик но думаю что после этой ситуации ждет отставка президента премьер-министра армении пашиняна хотелось бы с тобой было очень приятно пообщаться крымские татары всегда рады вам народу азербайджана у нас в много азербайджанцев проживает у нас есть браки где крымские татары выходят замуж или женится на азербайджанцах или азербайджанках в моем окружении то есть среди родственников есть поэтому это действительно близкие очень близкий братский народ но один практически один язык кровь одна культура похожая религия одна и все остальное поэтому мы желаем иногда с нариманом азербайджану процветания этому сильному сильному уже можно говорить вот после вот этих событий сильному государству народу ее желаем процветания успехов вот то что президент страны наметил эльхам алиев сегодня для азербайджана поставил в приоритет чтобы оно все сбылось что действительно азербайджан карабах стал регионом мира регионом развития стабилизации вот чтобы наши народы крымские татары азербайджанцы русские и другие народы армяне жили в дружбе в мире в понимании уважали друг друга это очень важно не только на словах вот говорить постоянно об этом а действительно вот проявлять вот проявлять в действиях поступках в мыслях вот эти фразы она артиле огромная благодарность ты разнообразил наш эфир дал расширил диапазон вещания от айлафа мы уже международную повестку мы обсудили сегодня важные геополитические вопросы которые касаются не только вашего народа или россии касается всего мира поэтому огромное тебе спасибо руслану курбанова мы сейчас с ним продолжим закончим сегодня эфир у нас получился интернациональный в эфире были крымские татары азербайджанцы лезгины вот поэтому а кайлаф а кайлаф не национальная платформа мы не ограничиваем себя какими-то национальностями и конфессиями мы открыты для всех рады видеть всех любим все народы аллах нас создал разными чтобы мы друг друга познавали а